Максим Соколов, Министр Транспорта РФ Валерий Окулов, Министр Транспорта РФ Валерий Окулов, Министр Транспорта РФ Максим Соколов. 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 экономические изменения в экономике и т.д. для простого человека не очень понятна. Для них понятна просто инструктура движения. Когда я могу через 3 часа быть в центре города Москвы, через 6 часов могу быть в центре города, в столице любого мира, и от вас зависит, насколько это действительно будет так. Лояльность аудитории – это самое главное, что может быть в жизни. И, безусловно, то, что вы строите дороги, то, что вы совершенствуете транспорт, говорит о том, что наша жизнь становится лучше. И это первое, что видит обычный гражданин Российской Федерации. Поэтому от лица обычного гражданина я хочу сказать вам огромное человеческое спасибо. Вы знаете, сегодня, безусловно, такая история без галстуков. Конечно, по идее все должны снять галстуки, но не будем этого делать. Огромное количество проектов, дел, которые свершились, которые свершаются. Но, безусловно, главное, что сейчас для нас, для всех, россиян – это наша новая старая территория, это Крым, который является частью нашей великой страны. И, безусловно, все, что там происходит для нас – это большая боль и большое счастье. И поэтому мы начнем с самого главного проекта, который… Или подождем. Мне кажется, если мы начнем с Керченского пролива, то это будет самое главное и самое мощное заявление в сегодняшней нашей пресс-конференции. Давайте посмотрим. О строительстве моста через Керченский пролив в России задумались еще в начале 20 века. Так, в 1903 году русские инженеры положили свой план на стол императору Николаю II. Однако политическая обстановка в мире разыграла другие карты. В 1930-х советские строители собирались соединить Тамани-Крым, построив царь-мост, но и этим планам не суждено было сбыться. Сегодня Россия приступает к строительству моста, который станет самым масштабным инфраструктурным проектом после проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Согласно проекту, общая протяженность моста составит 19 километров. Некоторые опоры будут погружены на глубину 70 метров. Сваи установят вне зоны тектонического разлома. Автомобильная дорога начнется на Таманском полуострове, затем пройдет по 5-километровой дамбе Тузлинская коса, после чего достигнет острова Тузла. Далее мост пересечет непосредственно Керченский пролив, обогнет с севера мыс Ак-Бурун и выйдет на Крымский берег. Трасса будет иметь 4 полосы движения. В планах также построить пару железнодорожных путей. Скорость поездов не должна будет превышать 80 километров в час для грузовых составов и 120 километров в час для пассажирских. При этом мост не помешает движению судов, так как ширина арки составит 227 метров. Какой отличный ролик. Максим Ильич, первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, было до революции такое хорошее правило, когда мост построили, то конструкторы этого моста и люди, которые финансировали этот мост, садились в лодку, естественно, проплывали под мостом и останавливались там до тех пор, пока испытания не проходили до конца. Где вы будете во время открытия моста? Под мостом или на мосту? Ну, я все-таки не конструктор. Хотя такое правило у нас сохраняется до сих пор. И точно помню, что в майские праздники этого года, когда открывался новый мостовой переход через реку Волхов, проектировщики, не конструктора, а проектировщики этого моста на лодке были как раз под опорами. Ну, мост выдержал нагрузку, и, естественно, он не мог не выдержать, потому что расчеты, которые делают сегодня наши проектные институты, которые, кстати, являются одними из ведущих в мире, и это признано всем международным транспортно-строительным сообществом. Именно у нас на примере мостового перехода на остров Русский во Владивостоке проводили семинар международные мостостроители. Так что в этом плане можно быть совершенно спокойным. В конечном счете, если надо будет, и я готов в это время порыбачить под опорами Керченского пролива. Но все-таки ваш угол надо беречь. Друзья, дело в том, что это действительно открытая дискуссия, поэтому вы можете совершенно спокойно присылать ваши вопросы. У меня здесь есть iPad. Вы сейчас увидите слева от меня на экране номер телефона, по которому вы можете задавать свои вопросы. Самое главное, пишите конкретно, кому вы хотите задать этот вопрос, и я обязательно его озвучу. Максим Ильич, вы знаете, самая большая сложность в нашей жизни заключается в том, что люди, к сожалению, думают, что те, кто вершит судьбами, те, кто строит, те, кто, естественно, совершенствует нашу экономику, оторваны друг от друга, что нет прямого моста разговора между простыми людьми и теми, кто, скажем так, занимается руководством страны. Неоднократно я слышал историю о том, что ради строительства Керченского моста пришлось заморозить некоторые другие проекты. Насколько это действительно так, и что ждет впереди? Ну, если это вопрос ко мне, хотя сегодня целая команда Минтранса, то могу сказать, что это не совсем так. Да, конечно, мы видим, что в нашей федеральной целевой программе, в государственной программе развития транспортной системы действительно появился один из знаковых объектов существенной стоимостью больше 220 миллиардов рублей. Кстати, он находится формально не в составе госпрограммы развития транспортной системы, а в федеральной целевой программе развития Крыма. Но это все равно, что, так сказать, сообщающиеся сосуды. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно сейчас идет сильное сокращение бюджетных расходов, прямых бюджетных расходов. И несмотря на то, что инвестиции в транспортную отрасль, именно инвестиции, а не общее бюджетное ассигнование государства в деятельность транспортной системы составляют порядка 500 миллионов рублей, то есть полтриллиона, конечно же, денег всегда на все и на все проекты не хватает. Поэтому нам было необходимо сконцентрироваться на самых важных, прорывных проектах, которые обеспечивают мультипликативный эффект не только для других смежных отраслей экономики и промышленности, но и для развития регионов нашей страны. И одним из таких регионов стало два субъекта Российской Федерации – Крымский федеральный округ, Республика Крым и Севастополь. Конечно же, им необходимо новое транспортное обеспечение, интегрированность в транспортную систему нашей страны. И здесь, безусловно, мы должны были оперативно ответить на эти вызовы. И мы сделали это, и сегодня это один из самых знаковых и масштабных наших проектов. Но не только он. Идут проекты и по развитию портовой инфраструктуры, и по развитию железных дорог, автомобильных дорог. И, в общем-то, мы видим, что ассигнование на транспортную отрасль становится год от года в федеральном бюджете всё весомее и весомее. Поэтому говорить о том, что произошло некое перераспределение, которое ущемляет интересы других регионов, наверное, неправильно. Кроме того, приняты специальные решения по поддержке региональных дорожных фондов. Это тоже вызывает дискуссии, может быть, даже протесты, то, что мы видим сейчас со стороны дальнобойщиков. Но вне зависимости ни от чего государство целенаправленно развивает свой транспорт, поскольку именно он является таким катализатором для развития всех других смежных отраслей. Скажите, Михаил Юрьевич, ой, простите, Максим Юрьевич, скажите, а хватает ли денег на всё? Государство не жадничает, потому что в последнее время, я смотрю, у нас появились новые танки. Денег всегда не хватает, я уже об этом сказал, но важно, как распорядиться этими деньгами, какие приоритеты, какие стратегические направления выбрать для своего развития. И здесь наша стратегия развития транспортной системы, утверждённая по распоряжению правительства до 2030 года, наша государственная программа по развитию транспортной системы до 2020 года, ФЦП, они чётко дают ответы на все эти вопросы, и мы знаем, на какие проекты мы в ближайшей среднесрочной перспективе будем аккумулировать бюджетные средства, за счёт этого привлекать внебюджетные инвестиции и реализовывать нашу задачу по функционированию экономики и мобильности и доступности для транспорта, для населения. Вы знаете, Максим Юрьевич, я скажу вам честно, что, наверное, после Министерства обороны, Министерство транспорта стоит на втором месте по важности в государстве по одной простой причине. Путешествуя много по миру, я заметил одну странную тенденцию, что чаще всего самые главные прорывные технологии – это строительство новых дорог, новых узлов транспорта и так далее и тому подобное. Я вдруг понял, что транспортная инфраструктура – это самое главное, что может быть вообще в мире. И сейчас мы посмотрим 10 самых главных вообще мегапроектов в мире и поймём, что действительно от транспорта зависит всё. Новая кольцевая железнодорожная ветка открылась в Финляндии и связала аэропорт Хельсинки с железнодорожным вокзалом столицы. Первую в мире умную дорогу прокладывают в порту Гамбурга. Дорога, созданная по принципу всеобъемлющего интернета, улучшит движение транспорта, инфраструктуру и решит экологические проблемы. В Норвегии представлены пять проектов судоходства следующего поколения. Программа нацелена на разработку и внедрение экологически чистых технологий в судоходный сектор Европы. Весной этого года был открыт крупный тоннель железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс, соединяющего Грузию и Турцию. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. В Никарагуа начато строительство нового судоходного канала, который соединит Атлантические и Тихие океаны и станет альтернативой Панамскому каналу. Мировой транспорт переходит на альтернативные источники питания. В Британии запустили поезд на аккумуляторах, а в аэропорту Амстердама начали курсировать автобусы на солнечных батареях. Компания «Финейр» стала первой европейской авиакомпанией, пополнившей свой парк Airbus A350 первым представителем нового поколения самолетов. Широкие кресла, фильтрация воздуха и бесшумные двигатели – лишь малая часть преимуществ этого лайнера. Последние рельсы проложены в Гатарском тоннеле в Швейцарии, самом длинном тоннеле в Европе. Его длина составляет 57 километров. Пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 250 километров в час. Китай представил новый пассажирский самолет Си-919. Лайнер, рассчитанный на 150 мест, составит конкуренцию мировым лидерам авиастроительной отрасли и совершит первый испытательный полет уже в будущем году. А компания «Митсубиси» представила первый японский реактивный пассажирский самолет, который может стать главным конкурентом российского «Сухой Суперджет-100». В августе состоялось торжественное открытие нового русла Суэцкого канала, общая протяженность которого составила 72 километра. Строительство важнейшей водной артерии удалось завершить в рекордные сроки. Уважаемые друзья, это будущее мира, но это и наше будущее. Максим Ильич, я понимаю, что могли бы мучить только одного вас, но, безусловно, министр делает его команда. И мы начнем с Сергея Алексеевича Арестова. Сергей Алексеевич, где вы? Здравствуйте. Сергей Алексеевич, первый и самый главный вопрос. У вас такой странный чин. Ну, да, когда были цари, то, естественно, статс-секретарь – это была большая величина. А что делает статс-секретарь в министерстве? Государственный секретарь, если в переводе с правильного, делает то же самое, что делал и в 19-м и 18-м веках. Ведет геополитику. А в данном случае, в соответствии с теми нормами и специальным постановлением правительства, которое принято в отношении статс-секретарей, это, в первую очередь, законопроектная деятельность министерства. А одна из главных задач министерства – это как раз нормативно-правовая база. Поэтому ответ, наверное, лежит на поверхности. Но с другой стороны, Сергей Алексеевич, согласитесь, что для того, чтобы согласовывать какие-то действия, продвигать некие законы, надо иметь не только ум, не только желание, но и коммуникативные способности. Насколько вам приходится часто встречаться за кулисами с нашими законодателями для того, чтобы, например, продвинуть тот или иной законопроект? Вы знаете, для того, чтобы в нынешней ситуации провести тот или иной законопроект, надо встречаться не только за кулисами, иногда и еще дальше. В силу разных... Вот это и есть главный секрет, который никогда раскрывать не надо. Есть понятие «источник информации святое». И пути решения тех или иных проблем, если их рассказывать открыто, могут и пресечься. Не расскажу. Но решаем. Это хорошо, это правильно. Я знаю, что сейчас, через несколько минут, вы собираетесь в Государственную Думу, что вы там будете обсуждать? И по какому поводу вызывают наши депутаты вас? Да, буквально... Не скажу. Да, нет, скажу. Буквально через 15-20 минут, приношу прощение у всего зала, я должен быть в Государственной Думе, где докладывается очередной наш законопроект. Очередной, потому что в этом году мы уже приняли полтора десятка законов, и все они очень важны в сфере транспорта. В данном случае это установление ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Правила установлены, а ответственности, к сожалению, нет. Не бывает такого, чтобы исполняли, если нет ответственности. Так устроен мир. Сергей Алексеевич, еще один маленький вопрос, я уже говорил об этом. А кто налаживает отношения не только с законодателями, но и с простыми людьми? Дело в том, что люди хотят слышать простую, нормальную речь, для того, чтобы понимать все движения Министерства транспорта. Вы знаете, я бы сказал о том, что здесь не роль только законодателя, а роль всех моих коллег, в том числе сидящих здесь в зале, потому что я не думаю, что кто-то сможет обвинить Министерство транспорта в неоткрытости. Понятие открытого правительства, которое существует, и факт того, что мы в этом рейтинге всех министерств занимаем чуть не самые верхние строчки в открытости, наверное, подтверждение того, что мы всегда готовы на любой диалог. И это самое главное. Спасибо вам большое, не буду вас задерживать. А то депутаты не любят, когда кто-то опаздывает из Министерства. Они говорят, ну как же так? Да, не уважают. Спасибо вам большое. Друзья, я хочу вам представить. Простите, у меня Сергей Алексеевич Арестов, статс-секретарь Министерства транспорта. Ну что же, а мы идем дальше. Вы знаете, вот Максим Юрьевич, я скажу вам честно, в последнее время, когда приходят гости в студию, по крайней мере ко мне, они перестали говорить две расхожие фразы. Про Россию, дураки и дороги. И про направление. Я вдруг поймал себя на мысли, что наконец-то дороги перестали быть самой главной, головной болью российского народа. И мне кажется, в этом ваша вина. Или ваша заслуга. Внимание на экран. В начале 2015 года открыто движение на новом участке федеральной дороги М5 «Урал» на подъезде к Оренбургу. Благодаря работе дорожников объект удалось ввести в эксплуатацию на год раньше намеченного срока. Подписано соглашение о взимании платы с транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Полученные средства поступят в Дорожный фонд Российской Федерации и будут направлены на обеспечение, поддержание и развитие автомобильных дорог. В Ленинградской области открыто движение по новому мосту через реку Волхов. Мост расширит пропускную способность трассы и увеличит туристический поток в Старую Ладогу. Началось строительство нового участка трассы Москва-Петербург с 543 по 648 километр. Окончательно трассу планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Открылось движение по мостовому переходу через реку Дон в районе города Аксай Ростовской области, соединив центральные и северные регионы европейской части страны с Северным Кавказом. Связь с Большой Землей обеспечили два новых моста через реки Чуя и Катунь, построенные на месте разрушенных наводнениям в прошлом году. В Красноярске открыт 4-й мост через Енисей. Он не только улучшает транспортную доступность региона, но и является стратегическим объектом для зимней универсиады 2019 года. В Карелии запущен новый 22-километровый участок автодороги А-121 «Сартовала», который ликвидировал разрыв на федеральной трассе и увеличил ее пропускную способность. Строительные работы на трассе планируют закончить до 2020 года. Полным ходом продолжается строительство южного обхода Нижнего Новгорода. Пропускная способность трассы составит до 70 тысяч автомобилей в сутки. Итак, друзья, это лишь небольшая часть этих достижений Министерства транспорта. И я хочу спросить Евгения Ивановича Дитриха. Евгений Иванович, а может быть в приказном порядке заставить средства массовой информации рассказывать об этих достижениях Министерства транспорта? Сейчас скажу. Сейчас я прикажу. Здравствуйте, товарищи. Ну вот, вы знаете, я смотрю, и, ну, в общем, гордость берет не только за то, что мы видели, как в мире развиваются тренды, как развиваются проекты, как происходят всякие великие вещи, так сказать. Вот, честно говоря, и сам не раз присутствовал на таких мероприятиях, когда завершена работа грандиозная, огромная работа дорожников по созданию таких красивых, таких нужных объектов, ну, просто вот берет гордость. И когда люди начинают ими пользоваться, ну, это на самом деле, потом, может быть, как-то привыкаешь, что-то уже становится таким привычным, как сейчас стали для нас хорошие дороги. Но в первый момент, когда только видишь этот объект новый, чистый, с иголочки, вот просто берет гордость. А у нас, ну, как вам сказать, по этому поводу программные мероприятия есть, всегда есть выбор, обладая определенным ресурсом, можно понять, что сделать, ремонт в доме или, так сказать, платить квартплату. Вот и здесь мы тоже вынуждены каждый раз выбирать. Строить новые объекты, пытаться, так сказать, развивать систему, делать это или поддерживать то, что мы создали вчера, для того, чтобы оно не приходило в негодность. Вот всегда баланс, планирование. Вот наша задача. И это хорошая задача. Друзья, я напоминаю, что у нас есть номер для смс-вопросов. Это плюс семь девятьсот двадцать шесть двести шесть восемь двадцать двадцать семь шесть. И, к сожалению, Сергей Арестов уже ушел, а его поздравляют с юбилеем, а общественный совет при Минтрассе с избранием и утверждением. Поздравляем. Я надеюсь, что мы передадим потом эти аплодисменты. Так что присылайте ваши вопросы, дорогие друзья. Самое главное, только впереди пишите, кому этот вопрос. Евгений Иванович, безусловно, многих волнует вопрос дорог, потому что мы по ним ездим в качестве пассажиров или в качестве водителей. И все-таки вот то процентное соотношение платных дорог и бесплатных дорог. И насколько этот процент будет увеличиваться в ту или иную сторону. Вот как говорит Сергей Алексеевич, не хочу, чтобы это стало трендом нашего сегодняшнего разговора, не скажу. Наверное, да. Наверное, не потому что по этому поводу, так сказать, там опыта знаний не хватает, потому что всегда это соотношение платных и бесплатных дорог, это, ну, некая плавающая величина, это не самоцель, поверьте. Сегодня ведь мы, как уже сказал, развиваемся в тех условиях, когда, ну, что называется, ресурс, который мы можем оперировать, он ограничен. И если мы будем говорить о том только, что государство делает какие-то капиталовложения, создает что-то новое, то этим ограниченным ресурсом мы можем сделать, ну, не так много. Когда мы привлекаем инвесторов, говорим о том, что мы привлечем частные средства, ну, их приходится отдавать в итоге. И источник того, каким образом мы будем это делать, он всегда должен быть определен. Платная эта дорога, либо последующие выделения средств из федерального бюджета, это также некий баланс, некий паритет. Вот сегодня мы на круглом столе, который проходил по поводу развития системы скоростных магистралей в Российской Федерации, обсуждали такую провокационную тему. А как быть, когда не хватает средств для развития, ну, нужно развиваться? И вспоминали истории, когда в начале прошлого века создавались паевые общества, и людям говорили, купите, купите пай, и мы создадим на эти средства дорогу, железную дорогу тогда были общества. И некоторые из этих обществ прожили долго, некоторые не очень, но те железные дороги, которые были созданы в тот момент за эти средства, когда каждый принес свою копеечку и купил эту облигацию, они работали до середины прошлого века. Вот, может быть, пришло время, чтобы и мы начали такой же процесс навстречу людям. И это правильно. Еще один вопрос, Евгений Иванович, это вопрос, связанный, как Вы говорите, с инвестициями. Дело в том, что, вспоминая, опять-таки, царское время, ведь очень часто крупные промышленники вкладывались в дороги для того, чтобы улучшить инфраструктуру. Не желаете тоже немножечко потрясти наших богатых людей, чтобы помочь родной стране? Я уверяю Вас, они абсолютно не в стороне от того, что происходит. Сегодня, во-первых, есть ряд проектов, которые создаются специально под конкретные инвестиционные объекты, создаваемые промышленностью. И подъездные дороги от федеральных трасс к таким объектам, как правило, создаются за счет тех, кто строит сам объект. И, ну, собственно, некоторое время назад, когда функционировали специальные институты развития, инвестиционный фонд тогда работал, это было правилом, без которого, собственно говоря, никакой объект не включался в источники финансирования. Сегодня, когда ситуация может быть не такая простая, и промышленность, собственно, сама пытается изыскивать средства для того, чтобы перестроиться, и под сегодняшние существующие реалии, может быть, у них нет такого объема инвестиций, который был бы потребен транспортной отрасли. Но мы привлекаем их, и они помогают нам, уверяем. Спасибо им за это. И последний вопрос, Евгений Иванович, ну, последний вопрос в данном случае в этом пуле. Насколько я понимаю, вы лично засекречены. Дело в том, что только вы знаете, в каких направлениях и куда будут строиться новые дороги. Потому что, зная об этом, я могу, например, прикупить кусок земли и потом вам его продать по, естественно, завышенной цене. Насколько эта информация действительно секретна? Куда и зачем будут строиться следующие дороги? Расскажу. Отлично, мы записываем. Пожалуйста. Ну, коллеги, я думаю, что надо открыть программные документы Минтранса, и вы увидите там все. Вот, эти документы мы периодически обновляем. То, что заложено в их основу, это решение огромного количества задач. Это и решение задачи связанности нашей территории. И, собственно, вот тот красавец мост, который сейчас строится в Крым, это тому прямое подтверждение. И таких проектов у нас немало. Это и задачи, связанные с тем, чтобы люди имели возможность добраться из своих сельских поселений в город, в городской центр, просто выехать на федеральную сеть. Это и задачи, которые связаны с тем, чтобы обеспечить транзитный потенциал нашей страны, дать возможность перевозить грузы из других стран к нам и, соответственно, транзитам. Все эти задачи укладываются в программные документы, которые мы периодически обновляем. Посмотрите эти документы, там все написано. А с точки зрения того, как пройдет конкретная дорога в каждом конкретном месте, ну, и эти проекты открыты. Есть, конечно, определенное количество людей, которые хотят на этом зарабатывать. Думаю, что это перепродавая землю, которую мы потом выкупаем. Но на сегодняшний момент существуют те механизмы, которые установлены законом. Мы резервируем землю заранее, именно на ней выкупаем землю заранее, именно на ней потом строим. Поэтому возможности для спекуляции сведены к минимуму, но пробуйте. Хорошо, будем стараться. Спасибо большое. И, конечно, себя лично, Евгений Иванович, я хочу вас поблагодарить, потому что, если в детстве посещение моей бабушки в далеком Подмосковье это было путешествие на полдня, то теперь я могу доехать до нее за два часа. Это город Краснозаводск под Сергиевым Посадом. И это действительно так. Спасибо большое. Ну, а мы идем дальше. И, безусловно, понятно, что если долгое время, в советское время, автомобильный транспорт был как изгой, и у нас впереди были, конечно, железные дороги, то теперь ситуация меняется. В 2015 году приказом Министерства транспорта утверждены правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения. Помимо этого подписан законопроект, направленный на обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов и повышение компетентности работников, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением безопасности дорожного движения. Полным ходом продолжается внедрение системы тахографии водителей на всем транспорте Российской Федерации. Открыта продажа единых билетов в Крым через интернет и в кассах РЖД. Такой билет дает возможность воспользоваться тремя видами транспорта во время поездки на полуостров – поездом, паромом и автобусом. За время курортного сезона в текущем году единым проездным документом воспользовались 355 тысяч пассажиров. Бесплатная беспроводная сеть Wi-Fi появилась на остановках наземного общественного транспорта Москвы. Автобусы, троллейбусы и трамваи должны быть оборудованы Wi-Fi в самое ближайшее время. Более 500 водителей из 38 городов России приняли участие во всероссийских конкурсах «Лучший водитель трамвая» и «Лучший водитель автобуса». Главные призы отправились в Нижнекамск и Самарскую область. 13 июля в России вступил в силу федеральный закон, который вводит новый порядок регулирования в сфере пассажирских перевозок. С принятием закона в России формируется единый рынок межмуниципальных и муниципальных перевозок, а также устанавливается жесткий государственный контроль над качеством перевозок пассажиров. Общероссийская акция «День без автомобиля» удвоила количество участников по сравнению с прошлым годом и прошла более чем в 40 городах России. В Москве в рамках акции состоялся «Велофлэш-МОК» на работу на велосипеде. В год 80-летия московский метрополитен порадовал москвичей и гостей столицы не только полноценным запуском Wi-Fi, но и открытием новой станции метро «Котельники». Я хочу задать вопрос Николаю Анатольевичу Асаулу. Николай Анатольевич, можно один вопрос? Когда вы последний раз ездили на велосипеде? После флэш-моба, конечно. Постоянно, да. Регулярно езжу, конечно, не каждый день, но тем не менее стараюсь делать это регулярно. Вы знаете, хочется начать, к сожалению, с грустной ноты. Дело в том, что в последнее время участились аварии на наших дорогах с гибелью большого количества людей. И чаще всего это связано с тем, что водители не соблюдают режим. Они работают по 8, 12, 20 часов в сутки. Как с этим бороться? Тахография. Николай Анатольевич, дело в том, что этот вопрос принадлежит Михаил Юрьевич, но я его задам вам. Пробки. Вот главная транспортная проблема современных городов. Скажите, планируется ли на федеральном уровне программа развития городского электрического транспорта, ну, трамвайного движения, и средствами на улучшение экологической безопасности транспорта? Экологический транспорт, естественно, электрический является самым экологичным и нуждается в государственной поддержке. Многие здесь присутствующие, наверное, помнят, что именно Министерство транспорта впервые в постсоветский период возобновило финансирование с федерального бюджета закупки нового подвижного состава трамваев и троллейбусов. До этого момента считалось, что это исключительная ответственность региональных властей. Затем эту инициативу подхватило Министерство промышленности и торговли, и, соответственно, в 2014-2015 году эта программа была продолжена. Мы рассчитываем, что она станет постоянной в связи с тем, что мы сейчас временно используем механизм однолетнего планирования, то долгосрочную программу принять достаточно проблематично, но, тем не менее, есть понимание у Минпромторга, что средства при возможности будут выделяться относительно регулярно. И еще один вопрос, Николай Анатольевич. Вы знаете, что в последнее время возникли некоторые проблемы у «Газпрома». Скажите, а когда мы переведем наш транспорт на газ? Более экологичный, самое главное, более дешевый вид топлива. Переход на газ происходит постоянно. Сегодня мы видели в рамках транспортной недели один из видов автобуса, работающих на газомоторном топливе, это «Волгобаз». Наша подведомственная организация, Единая транспортная дирекция, тоже внесла свою лепту, купила в этом году в лизинг. Некоторое количество автобусов на газомоторном топливе, вы знаете, что принята самая крупная программа по практически полному обновлению транспорта в Крымском федеральном округе общественного, опять же, с использованием газомоторного топлива. Так что есть реальные результаты в этом направлении. Ну и «Газпром», конечно, тоже должен внести свою лепту, развить инфраструктуру, потому что тут замкнутый круг, понимаете, нет инфраструктуры, они закупают автобусы. Заправщики говорят, закупите сначала автобусы, поэтому мы призваны этот круг разорвать. Поэтому начинаем с автобусов. Николай Атольевич, еще один вопрос пришел от наших друзей из зала. Неправильно обратить серьезное внимание на проблемы отрасли такси. Нынешнее законодательство не отвечает ни требованиям безопасности, ни доводам логики, находящиеся в государственном законопроект депутатов крайне опасны и так далее и тому подобное. Отрасль насчитывает миллионы человек, и в период кризиса все больше людей выбирает серые и черные схемы работы. Совершенно справедливо поднят вопрос. У нас отрасль таксомоторных перевозок находилась в абсолютно свободном плавании десятилетия. И вот недавно принятый закон, он начал эту сферу регулировать. Ведена система получения разрешения со стороны субъектов. Это большой шаг к цивилизации этого рынка. Вы знаете, что появилось очень много перевозчиков, которые соблюдают требования. Окраску, шашечки, желтый фонарь. Это действительно способствует повышению качества этой услуги. Но невозможно за один год полностью выстроить встроенную систему, если она десятилетия развивалась, будем откровенны, в хаосе в полном. Поэтому вот это построение четко выстроенной системы, оно происходит постепенно, чтобы и рынок, и перевозчики смогли приспособиться к этому. Тот закон, который в Думе, я абсолютно согласен с оценкой, он нуждается в существенной переработке. И нам правительство поручило его доработать. Мы это сделали. Мы обсуждали его со всеми федеральными органами, с основными субъектами, которые поддерживают реформы, с Москвой. Он сейчас, с учетом мнений всех причастных, находится уже на финальной редакторской правке в правительстве. Рассчитываем, что будет внесен в весеннюю сессию. Мы верим в вашу энергию. Николай Анатольевич Асаул. Друзья, конечно, мы уже затронули эту тему. В наше, в последнее время эта тема очень актуальна. Она касается всех нас. Это тема безопасности на транспорте. Программа транспортной безопасности введена на всех видах транспорта по всей территории Российской Федерации. Особое внимание безопасности уделяют в метрополитене. Так, в 2015 году на всех станциях столичного метро появились досмотровые зоны. Они оснащены стационарными рамками металлодетекторов, датчиками радиационного контроля, оборудованием, необходимым для проверки сумок и чемоданов. В 1500-96 вагонах установлено 7100 видеокамер. На 196 станциях метро расположено 497 колонн экстренного вызова. А в ситуационном центре метрополитена дежурный в режиме реального времени наблюдает за всеми вестибюлями и платформами подземки. Мы спустились в столичное метро и задали пассажирам два вопроса. Есть ли ощущение, что подземка стала безопасней? И как они реагируют, когда их просят пройти проверку багажа? Я бы вообще всегда смотрела. Правильное решение. Да. Это как бы успокаивает. Я замечаю, что больше полицейских и сотрудников проверяют людей. Самое главное – это спокойствие, которое дается детям, которые видят, что милиция их бережет. Если вас попросят пройти процедуру досмотра, как вы отреагируете? Спокойно. Да, вчера на Певелевском вокзале даже маленькие сумочки все сдавали на металлодетекторе. Все хорошо. Ничего вас не случилось? Да, я просто здесь живу и каждый день проверять рюкзак, мы их как бы постоянно показывать. Это не очень удобно. Это отнимает какое-то время, но с другой стороны ты понимаешь, что это необходимо. Но если будет еще ужесточено, лучше будет. Ну вот видите, люди просят. Я хочу спросить Николая Юрьевича Захряпина. Николай Юрьевич. Простите, я потерял вас. Николай Юрьевич, скажите, пожалуйста, а кто эти люди, которые производят досмотры вещей в метро? Это милиция, это сотрудники Министерства транспорта или метрополитена? Кто они? Да, хороший вопрос, и тем более, что он весьма актуален. С учетом того, что существующая нормативно-правая база, она до сегодняшнего дня, наверное, не совсем четко в этом ключе отвечала на поставленные вопросы. С одной стороны, у нас достаточно много частных охранных предприятий, которые занимаются охраной объектов транспортной инфраструктуры. С другой стороны, необходимы подразделения, которые наделены особыми полномочиями, позволяющими организовать процесс досмотром максимально эффективно. Что значит эффективно? Это значит гарантированно выявить запрещенные предметы и вещества, которые могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства. И на сегодняшний день такие подразделения уже формируются. Это подразделения транспортной безопасности. Николай Юрьевич, я понимаю, что для многих действительно это связано с какими-то неудобствами, когда их просят проверить сумку, в том числе меня вот недавно со спортивной сумкой тоже досмотрели. А скажите, а есть законодательная база, которая разрешает досматривать вещи в метро? Безусловно, поскольку другого подхода быть просто не может. Сегодня у нас есть федеральный закон о транспортной безопасности. Кстати, этот закон еще у нас вышел в 2007 году. При этом активно ведется работа по совершенствованию законодательства. И уже несколько было поправок в этот закон. И на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, сформирована правовая основа для проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. На объектах транспортного комплекса. И еще один вопрос, Николай Юрьевич. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, сейчас есть современные технологии, которые позволяют не досматривать вот так специально, а есть, ну скажем так, некие приборы, которые могут сканировать всех людей, которые проходят, скажем так, ну, например, в метро, для того, чтобы не досматривать каждого конкретно. Это ведь дорогое удовольствие, насколько я понимаю. Совершенно верно. А кто определяет, какое оборудование закупать? И современно ли оборудование то, которое сейчас стоит в метро? Ну, если мы обратимся вновь к федеральному законодательству, а мы в любом случае это должны делать, потому что именно оно определяет те нормы и подходы, которые должны реализовываться на практике, то обеспечение транспортной безопасности возложено на субъекты транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Поэтому, по большому счёту, именно они определяют те технические средства обеспечения транспортной безопасности, которые и позволяют обеспечить защищённость этих объектов от угроз террористического характера. Другое дело, что по вполне объяснимым причинам субъекты заинтересованы в том, чтобы минимизировать затраты на эти цели. И в этом случае, понимая это и убеждаясь, к сожалению, на примере трагических событий, мы пришли к необходимости всё-таки введения сертификации в отношении технических средств обеспечения транспортной безопасности. Это значит, что субъект вправе приобретать и использовать любое техническое средство, но оно должно отвечать требованиям сертификации. Спасибо большое, Николай Юрьевич. Друзья, я ещё раз напоминаю, что ко мне поступают ваши вопросы. Вы можете их задать по телефону, который вы видите слева от меня. Пишите. И, Максим Юрьевич, это вам пришло поздравительное телеграмма. Поздравляем с создачей норм ГТО. А будет ли теперь в Минтрансе подобное тестирование? Не будет. Всё в соответствии с указом президента прошлого года и законом, принятым Государственной Думой в этом году. Поэтому я думаю, что спорт – такая же составная часть нашей жизни и гармоничного развития человека, как и наша повседневная работа. Но, с другой стороны, Максим Юрьевич, глядя на ваших заместителей, я понимаю, что со спортом у вас всё хорошо. Все спортивные, бодрые, энергичные. И, значит, у нас впереди большое будущее. Следующая тема нашей дискуссии – это, безусловно, очень важная тема. Тем более, что в последнее время мы стали свидетелем неких, если не скандалов, но, по крайней мере, больших потрясений. Это авиаперевозки. В Самаре с участием главы правительства Дмитрия Медведева состоялось официальное открытие нового пассажирского терминала «Курумыч». Общая пропускная способность аэровокзального комплекса составляет более 1400 пассажиров в час, что делает «Курумыч» наиболее перспективным аэропортом по Волжье. После реконструкции открылся обновлённый аэропорт «Калуга», который станет и одним из стимулирующих факторов для дальнейшего развития экономики региона. В аэропорту Внуково состоялась торжественная церемония, посвящённая миллионному перевезённому пассажиру авиакомпании «Победа». В настоящее время «Победа» совершает полёты по 34 направлениям в России, располагая парком из 11 новейших воздушных судов. Председатель правительства России Дмитрий Медведев открыл новый международный терминал в новосибирском аэропорту «Толмачёво», который сможет обслуживать до 1300 человек в час. Площадь терминала увеличили до 27 тысяч квадратных метров. В рамках «МАКСа» государственная транспортная лизинговая компания и компания «Гражданские самолёты Сухого» подписали твёрдый контракт на поставку 32 самолётов «Сухой» Суперджет-100 для их последующей передачи на условиях операционного лизинга российским региональным авиакомпаниям. Аэрофлот начал полёты нового «Боинг-777» вместимостью 402 человека. На данный момент это самый большой самолёт в парке авиакомпании. Валерий Михайлович Окулов, у меня к вам первый и самый главный вопрос. Вы знаете, в чём дело? За последнее время мне приходилось очень много летать в командировке, и я общался со многими туроператорами, ну, они были нашими спонсорами, ну и, естественно, с некоторыми авиаперевозчиками, и они мне на протяжении последних двух лет все говорили о том, что компания «Трансайр» — это мульный пузырь, и рано или поздно он взорвётся. Скажите, а что, у Министерства транспорта не было рычагов давления, чтобы не допустить этой ситуации, когда, ну, слава богу, благодаря вам, безусловно, во многом, все люди, которые купили билеты «Трансайра», всё-таки долетели до места назначения. Есть ли возможность регулировать и контролировать частную авиакомпанию? Конечно, есть возможность и регулировать, и контролировать, и результатом регулирования стала отмена сертификата эксплуатанта у авиакомпании «Трансайра». Это отличный ответ. Здесь не нужно подменять регулирование управлением компании, будь то частной, будь то нечастной. Заниматься управлением компании должен тот, кому поручено это управление. То есть правление компании, совет директоров компании, и все исполнительные органы, и наличные, корпоративные и так далее. Действительно, ситуация чрезвычайно тяжелая была в авиакомпании, но тем не менее, правительство приняло чрезвычайно непростое решение ровно год назад о том, чтобы поддержать авиакомпанию «Трансайра» и выделить господдержку в виде 9 миллиардов рублей. Это позволило авиакомпании тяжелый период пережить, обеспечить перевозку пассажиров. И это был расчет сделан на то, что прежде всего это позволит менеджменту компании перестроить операционную деятельность, сделать ее более эффективной, перестроить систему управления доходами, тарифную политику и так далее. То, о чем вы говорите. Так вот, ничего этого не было сделано. И результат то, с чего мы начали, о том, что был отозван сертификат эксплуатанта. Валерий Михайлович, еще один вопрос, который связан непосредственно с нашим отечественным авиастроением. Я неоднократно слышал о том, что многие авиакомпании заявляли на бумаге, что мы закупим наши современные самолеты, «Суперджет», «Ту», «Ил», и потом этого не делали. Ситуация для самолетостроения, для авиапрома чрезвычайно благоприятная. Сейчас очевидный рынок продавца. У основных производителей поставочные позиции заняты, забукированы на несколько лет вперед. Это касается и «Боинга», и «Арбаса» прежде всего. И, конечно, авиакомпании, авиаперевозчики и российские, да и во всем мире заинтересованы в том, чтобы появился новый, третий компетентный игрок на этом рынке. Сегодня на рынке авиапроизводителей до поля. Это никого не устраивает. Это диктат цен, это диктат условий по контрактам лизинговым и так далее. Появление новых продуктов, новых игроков является тем рычагом, который позволит изменить ситуацию. И в этом заинтересованы все авиакомпании. Были продемонстрированы сегодня кадры по появлению новых моделей «Совпользу Перджет». Перспективная модель «ИМС-21» в Китае разрабатывает «Си-919». Слишком оптимистична эта информация, которая была проведена, что там они на следующий год вылетят. Это навряд ли. Серьезным продуктом является японский лайнер, который становится по существу конкурентом «Совпользу Перджет». То есть на рынке появляются новые продукты, и это, конечно, разбавит ту дуополию, которая есть у «Боинга и Арбаса». И для выхода наших продуктов и сухого, и «МСа» чрезвычайно благоприятная ситуация, поскольку рынок авиаперевозок в мире растет. Причем растет беспрецедентно высокими темпами. В этом году порядка 7% будет рост. Такого не было с 11 сентября 2021 года. Растут доходы мировых авиакомпаний за счет того, что снижаются цены на авиационное топливо. И все это является предпосылкой, основанием для этапа обновления и замены парка. Поэтому выход новых моделей самолетов российских авиапроизводителей очень вовремя. Валерий Михайлович, один такой маленький вопрос. Вы знаете, совсем недавно прочитал статью о том, что многие крупнейшие авиастроители мира, у них даже есть специальный фонд для подкупа должностных лиц. Наши авиазаводы возьмут этот опыт на вооружение, как вы думаете? Или все-таки все будет достаточно прозрачно? Вы знаете, существует, конечно, масса различных сценариев мировых и прочих других заговоров в авиации, в авиастроении. Все это забавно для написания детективных романов, фантастических романов, наверное. Причем это когда хорошо написано и читать интересно. Ну да, 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 это всегда. Да, но это очень далеко от реальной ситуации жесточайшей конкуренции на рынке авиаперевозок, на рынке авиапроизводителей. Отрасль и авиаперевозок, и отрасль авиационного производства, это глобальные мировые отрасли, и там серьезная конкуренция. Это да. И все, Валерий Михайлович, вам вопрос. Ну, во-первых, тут благодарят всех, всю команду за создание транспорта и инфраструктуры в Сочи. Благодарим вас и всю вашу команду. Создан курорт мирового уровня. Это действительно так. Спасибо вам большое. Спасибо. И вопрос непосредственно вам еще один. Скажите, пожалуйста, прокомментируйте последствия упразднения функции МАК в части сертификации воздушных судов. Решением правительства, постановлением, которое было принято в 1992 году, функции по сертификации, по сертификации авиационной техники, по расследованию авиационных происшествий, по сертификации международных и категорированных аэродромов, были переданы от Российской Федерации, международной организацией, которым является Международный авиационный комитет. Решение было временно до той поры, пока в Российской Федерации не сформированы соответствующие федеральные органы исполненной власти, которые могли бы эти функции исполнять от лица и от имени непосредственно Российской Федерации. То есть на время передали, сейчас эти полномочия и эти функции правительства Российской Федерации и Российской Федерации в соответствии с правилами, стандартами международными и КАО принимают на себя. Ничего здесь экстраординарного не происходит. Ровно такие же действия сделали целый ряд стран СНГ, которые также являются членами МАК. И еще один вопрос. Валерий Михайлович, скажите мне, вы помогаете компании «Победа» финансово, нашей компании «Лоукостер»? Компании «Победа», конечно, помогают финансово не только я, но и все пассажиры, которые на ней летают и платят за это деньги. Я просто к тому, что во всем мире компании «Лоукостеры» это очень прибыльные компании. Может быть, побольше нам таких? Главное, быстро и дешево. И по всей стране. Это самый рискованный бизнес в смысле бизнес-модели. Вообще авиационный бизнес, он очень маргинальный по доходности. Лучшие авиакомпании мира демонстрируют доходность 1,5-2%, а акционеры менеджмент на руках. Примерно то самое демонстрируют как раз и «Лоукосты». Я не знаю примеров, прецедентов в мире, чтобы была какая-то поддержка на государственном уровне компаний, которые вот такую модель бизнеса развивают. Каждый год банкротится несколько компаний «Лоукостов». И ровно столько же или больше открывается новых. Востребованный бизнес, то, о чем вы говорите, да, он действительно очень востребованный, очень рискованный. Валерий Михайлович Околов, спасибо вам большое. Вы знаете, конечно, мы сейчас говорили о воздушном пространстве, но, конечно, Россия – великая морская и речная держава. И это факт. В Сочи состоялось открытие морского вокзала «Мацеста», который позволит обеспечить возросший после зимних Олимпийских игр туристический поток. Начато строительство многофункционального порта «Сабетта», что позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути в десятки раз. На ледоколе «Владивосток» торжественно поднят государственный флаг. Судно способно преодолевать льды толщиной до полутора метров и перевозить полезные грузы. Завершилось строительство порта «Бронко» на южном берегу Финского залива, что позволит увеличить товарооборот между Россией и Финляндией. В порту построены контейнерный терминал мощностью 1,9 миллиона тонн в год, терминал накатных грузов и логистический центр площадью 42 гектара. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве для совместной реализации проекта строительства и эксплуатации морского порта «Тамань» в Краснодарском крае. Цель проекта – создать порт, представляющий полный спектр услуг по обработке грузов. Я хочу задать вопрос Виктору Александровичу Алерскому. Виктор Александрович, скажите мне, пожалуйста, ведь строительство портов – это дорогое удовольствие? Строительство любой инфраструктуры – дорогое удовольствие, в том числе и портов. Безусловно, да. Но с точки зрения эффекта, эти инвестиции оправданы. Я просто хочу о чем спросить вас. Еще с Петра Первого, почему это была такая маниакальная идея всю страну связать не только морскими путями, не только дорогами, но и каналами. А есть, скажем так, перспективное развитие каналов в нашей стране? Или это все-таки уже закрытая тема раз навсегда? Если прямо отвечать на ваш вопрос, то нет, безусловно. Ну, может быть, какие-то локальные проекты существуют, но это не на уровне федерального министерства. Что вы имели в виду? Каналы? Я просто… Каналы, ну вот речные каналы. Беломор-Балтийский канал. Ну, понятно. Собственно, наверное, в нашем понимании каких-то дополнительных новых проектов не требуется, но то, о чем я вчера говорил, глубокой модернизации этих каналов, ну, в частности, так сказать, Волгодонского канала, Волгобалтийского канала. Она, безусловно, такая модернизация нужна, и, в общем, сегодня это не только в наших планах, но и в нашем действии. А это экономически выгодно еще? Государству и вам? Ну, если говорить о прямом эффекте, да, внутри проекта, безусловно, так сказать, покупаемости нет. Да, но если говорить о таком бюджетном эффекте, безусловно, так сказать, есть абсолютный смысл. И когда мы готовим подобное мероприятие, либо готовили раньше, для того, чтобы оно попало в федеральную целевую программу, безусловно, рассчитываются все, что называется, бенефиты, бенефиты, да, не только прямые. И если это, так сказать, все сходится, это мероприятие попадает в федеральную целевую программу. Виктор Александрович, извините, что вас перебиваю. И еще один вопрос, который волнует не только меня, но и товарища Сталина. Вы знаете, он долгое время мечтал о том, чтобы построить вот этот северно-морской великий путь, и чтобы круглый год возить грузы самым коротким путем из одной части мира в другую. Насколько сейчас это реально, и насколько сейчас это важно для нашей промышленности и отрасли? Ну, давайте так, северно-морской путь – это акватория, в первую очередь, да, и такая терминология использована в законе, а так называемом законе о северном пути. Речь не идет о каком-то гидротехническом сооружении, безусловно. Мне много раз задают этот вопрос, что для нас северный морской путь, и почему он всегда делает акцент на транзите. И почему-то всегда говорят, а составит ли конкуренцию Суэцию с северный морской путь, и я всегда отвечаю, не, не составит. Это такая часть транзита, это нишевая история. В нашем понимании, ну, может быть, пять, может быть, больше миллионов тонн. Я имею в виду с запада на восток и с востока на запад. Но при этом мы говорим, что северный морской путь, он важен и необходим для развития, потому что это единственная надежная артерия, или вернее артерия, которая должна быть надежной для вывоза наших ископаемых, ну, в первую очередь, нефти и газа, с арктических шельфов, арктических морей. Вот, собственно, ответ ровно такой, не больше. И это сегодня происходит. Вот вы показали здесь в ролике с обеду. Ну да. Более того, с обеда у нас 17-й год, с 1 января, ну, мы знаем уже приразломное, да, правда, это не северный морской путь. Хотя, если говорить о транспортировке, в восточном направлении, то здесь северный морской путь будет использован. Вот. С 1 января стартует новопортовое месторождение. Это как раз, так сказать, речь идет об использовании северного морского пути в качестве транспорта артерии. Поэтому в нашем понимании, там, в ближайшие годы, там, цифры появятся и появятся значительные. Виктор Александрович, и еще один маленький вопрос. Вы знаете, совсем недавно мои друзья встречали гостей из-за рубежа и попросили меня достать билеты на круиз Москва-Санкт-Петербург. И, несмотря на все свои связи, я не смог этого сделать. Надо было мне позвонить. Да. А когда мы будем больше развивать эту отрасль пассажирского транспорта, речного и морского? А, ну, действительно, ваши друзья попали в точку. Линия Москва-Санкт-Петербург, она востребована потенциальными туристами. Я думаю, что вот сейчас в связи с последними событиями вашим друзьям еще гораздо сложнее. Ну, сейчас зима. Нет, я имею в виду Турция, так сказать, снижение Египет, снижение выездного туризма. Соответственно, народ будет, так сказать, отдыхать внутри. Да, действительно, такая проблема восполнения строительства нового круизного пассажирского флота речного, она существует. Я вчера о ней говорил. Потому что сегодня у нас значительный перечень мер поддержки для флота, в том числе и для речного, и для сухогрузного, и для наливного. Вот для этих двух групп эти меры поддержки работают, они делают, что называется, логичный выбор для инвестора. То есть они мотивируют к инвестициям в строительство подобного флота. Но это не работает для пассажирского флота речного. Почему? Потому что это очень затратно. Потому что условия плавания на реке, они у нас приближаются к морским. Это Ладога, Онега. Мы все помним печальную Булгарию. Это, собственно, Куйбышское водохранилище. Понимаем, что может быть. Поэтому это все налагает, так сказать, свой отпечаток на конструктив и, соответственно, на стоимость. Но при этом период эксплуатации эффективный. Это 4 месяца. Поэтому без очередного мероприятия в качестве мер поддержки такого, как капитальный грант, нам пассажирский флот не построит. Нас понимает Минпромторг. В следующий год эта программа запускается. Запускается в части, так сказать, поддержки строительства круизного флота. Я думаю, что в ближайшее время несколько круизных крупных судов, пассажирских новых, она появится. А пока судовладельцы ограничиваются глубокой модернизацией. Есть хорошие примеры. Я понял, Николай Юрьевич. Буду звонить вам. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Николай Юрьевич, я без права. Ой, простите, я Николай Юрьевич, я просто, да, я вот тут уже просто открыл Николай Юрьевич, потому что тут вопросы. Извините, Виктор Александрович. Ничего страшного. Спасибо вам большое. Вы знаете, идут вопросы от наших, я хочу сказать, зрителей, на самом деле, от наших коллег, по большому счету. Максим Юрьевич, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, когда рядовым служащим Министерству транспорта поднимут зарплату? Вижу, что зал поддерживает. Да, этот вопрос. Ну, дорогие друзья, мы же все находимся на государевой службе. И, естественно, конечно, хочется получать соответствующее вознаграждение за свою работу. Это желание каждого работника. И, поверьте, у работодателя нашего, которым является государство, правительство Российской Федерации, нет желания каким-то образом уж, что называется, прижать всех к ногтю. Но реалии сегодняшней жизни таковы, что приходится всем туже затягивать пояса. Мы это видим и по инвестициям в нашу транспортную сферу, и по текущим расходам, частью из которых является зарпрата работников транспортного комплекса, к которым в полной мере относятся и мои коллеги, коллеги по Министерству транспорта в широком смысле этого слова, в том числе по нашим федеральным агентствам, службе Ространснадзор, другим предприятиям, которые находятся в ведении Минтранса и агентств. И здесь надо надеяться на лучшее и верить в него. Понятно, Максим Юрьевич. Роль Деда Мороза вам сегодня не удалась, но будем ждать. Еще не Новый год. А, еще не Новый год, да. Николай Юрьевич, вам тоже один вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда будет создана транспортная инфраструктура безопасности пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев? И возможно ли это? Не совсем понимаю вопрос, что значит будет создана транспортная инфраструктура безопасности. Ну, по обеспечению безопасности. Но если мы сделали такую структуру в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в метро, возможно ли, скажем так, вести это и на обычном транспорте, пассажирском? Ну, на самом деле у нас законодательство о транспортной безопасности распространяется на все виды транспорта. Поэтому в равной степени требования по обеспечению транспортной безопасности выполняют все. В том числе и на объектах дорожного транспорта, автомобильного транспорта, железнодорожного. Поэтому, на самом деле, здесь создавать ничего не надо, поскольку это формируется и совершенствуется. Другое дело, что качество работы, может быть, не во всех случаях нас удовлетворяет, но эта работа проводится на плановой системной основе. Понятно. И, Валерий Михайлович, вам благодарность. Спасибо за развитие региональной авиации в привозку в федеральном округе. Получили хороший импульс благодаря вашей поддержке. Мы будем стараться. Да, но тут приходит письмо сразу из города Саратова. Есть ли вероятность становления Саратова центром межрегиональных и международных перевозок? Город находится в хорошем географическом месте. Но это, видимо, в следующий раз. Ладно, не все сразу. Друзья, безусловно, мы переходим к самому интересному, потому что воздушный транспорт, речной транспорт. Но когда мы говорим «железная дорога», мы сразу вспоминаем Некрасово. И сразу понимаем, что это основной хребет всей нашей транспортной инфраструктуры. Россия приступила к строительству железной дороги в обход территории Украины. Строительство железнодорожного обхода, который позволит поездам следовать на юг России, не пересекая территорию Украины, будет завершено к 2018 году. Россия и Финляндия заключили соглашение о прямом международном железнодорожном сообщении, которое увеличит объемы пассажирских перевозок и улучшит их сервис. Высокоскоростной поезд «Стриж» начал курсировать из Москвы в Нижний Новгород. На сегодняшний день «Стрижи» совершают до 7 рейсов в день. На участке Москва-Крюково открыто скоростное движение. В поезде «Ласточка», курсирующем на данном направлении, одновременно могут перемещаться до 1400 человек. Запущено движение по железнодорожной линии Лосева-Каменогорск в Ленинградской области. Эта линия является ключевой в проекте организации скоростного движения поездов по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки. Указом номер 237 об утверждении условий эксплуатации железнодорожных переездов установлены классификация и порядок определения категорий железнодорожных переездов, а также требования к устройству, оборудованию, содержанию и ремонту переездов, порядок организации работы и обязанностей работников, обслуживающих переезды. У меня первый вопрос к Алексею Самбоевичу Цыденову. Алексей Самбоевич, скажите, пожалуйста, в первую очередь благодарность за САПСАН. Я, честно признаю, совсем недавно впервые прокатился на нем и понял, что в течение одного дня можно обернуться туда и обратно, при этом с комфортом и даже не устав. Но вопрос, знаете, не в этом. А скажите, а вот эти высокоскоростные поезда, они приспособлены, ну, они приспособлены, наши дороги приспособлены к ним? Ведь во всем мире это отдельная линия для скоростного транспорта. Да, добрый день. Линия Санкт-Петербург-Москва, безусловно, приспособлена, и вы правильно подняли вопрос, требуется специализация инфраструктуры. Для высокоскоростного сообщения и скоростного сообщения все-таки качество линии должно быть другое, и пускать по этим линиям тяжелые грузовые составы нецелесообразны экономически, потому что содержать линию будет тяжело. Поэтому специализация требуется. На отдельных выделенных линиях мы привели, соответственно, инфраструктуру. Повторюсь, Санкт-Петербург-Москва, Москва-Нижний Новгород, сейчас направление Москва-Берлин тоже готовится соответствующим образом. Эти линии приспособлены, другие пока нет. Второй вопрос, конечно, безусловно, связан с подвижным составом. Дело в том, что большинство вагонов и, естественно, современных локомотивов – это поезда, которые мы закупаем. А что, у нас нет уже своей промышленности, которая выпускала бы на мировом уровне вагоны и составы? Да мы впереди планеты всей. Да вы что? Абсолютно откровенно говорю, что мы в части железнодорожного машиностроения. Исключив высокоскоростное, грузовое, пассажирское обычно, мы впереди планеты всей. У нас самый мощный в мире локомотив газо-турбовоз. Везет один локомотив, везет поезд массой 9 тысяч тонн. Близко нигде в мире нет. У нас самые мощные электровозы в мире. У нас вагоны, новые модели вагонов, которые есть, которые заботны с алюминиевым кузовом, с композитным кузовом, с повышенной нагрузкой, тоже в числе лучших мировых моделей. Но почему они такие страшные? Я не знаю, что вы имеете под словом страшные. Ну, я дизайн имею в виду. Все-таки вот я и спускаюсь в метро, например, вижу эти новые поезда. Ну, метро – это метро. Я знаю, да, это отдельная история. Сейчас пассажирский транспорт у нас с двухэтажным вагоном. Пошли, вы знаете, такой завод выпуска двухэтажных вагонов на мировом уровне. И причем в цене мы очень конкурентны. Даже до девальвации рубль-доллар мы были очень конкурентны в цене, наши вагоны были более экономически эффективны. У нас на Урале сейчас производится практически 80% локализации ласточки. Алюминиевый кузов, самые современные технологии. Производится у нас на Урале. Ну, я уже говорил про грузовые локомотивы и прочее. То есть мы здесь не то, что там где-то отстающие, мы в лидерах. Это приятно. Я повторюсь, не говорю сейчас про высокоскоростное подвижение состанта. Но все-таки это пока не наше, но у нас уже есть план. И все остальное у нас хорошо. Алексей Самбукович, еще один вопрос. Я понимаю, что в наследство от Советского Союза вам досталась Байкало-Амурская магистраль. Это огромный участок, да? Это огромная протяженность. Насколько она экономически эффективна? И надо ли продолжать вливать деньги дальше в этот проект? Можно я сейчас презентацию поставлю? Да, мы же без галстуков, конечно. Я начну сначала. Два слова мне кажется надо сказать. Про БАМ. Да. Вот на слайде БАМ и Транссиб. Восточный полигон. Красным цветом выделено то, что сейчас узкие места. Уже к этому году. Посмотрите сколько красных. Весь БАМ, красный, весь БАМ загружен. Загрузка 100%. Более того, она сейчас выше проектных мощностей. У нас те месторождения, которые находятся в зоне Дальнего Востока и Восточной Сибири, они уже сейчас не имеют выхода к морским портам, потому что есть инфраструктурные ограничения. И принят проект по реализации БАМа, развитию БАМа и Транссиба. Повторюсь, ну, наверное, уже знаете, 562 миллиарда рублей из них, 260 – это государственная поддержка. Но не только этот проект. Для того, чтобы выйти к портам, требуется развитие припортовых станций. Вот здесь отдельно я покажу станция «Находка Восточная». Вот зеленая – это частные инвестиции, серенькие – это новое строительство железнодорожной станции. При этом я бы хотел отдельно акцентировать внимание на том, что мы говорим, что у нас есть напряженная ситуация в экономике. Сегодня железнодорожных проектов по строительству реализуется больше, чем когда-либо со времен СССР. Я подчеркиваю, мы со времен СССР сегодня находимся в самом большом строительстве по развитию железнодорожной инфраструктуры. Вот «Находка Восточная» – это 12 миллиардов рублей только развития железнодорожной станционной инфраструктуры. БАМ – подходы к БАМу, подходы к портам Дальнего Востока, Транссиб – там 1600 объектов попадают по титулу, которые подлежат модернизации или новому строительству. Огромная стройка, которая ведется в настоящее время. Дальше. Бергакит-Тамот-Якутск. Новое строительство, новая железнодорога, 400 километров. Цена вопроса – 34 миллиарда рублей. Тоже это то, что заканчивается буквально в следующем году. Ускакал. Нарын – Газимуровский завод. Проект строится на условиях ГЧП в Забайкальском крае для норникеля. И цена вопроса в федеральном бюджете – 24 миллиарда рублей. Это те проекты, которые сейчас строятся и находятся в завершающей стадии. Междуречный СТШР обеспечивает выход из Кузбасского региона на Дальний Восток. Цена вопроса – 42 миллиарда рублей. Бюджетные деньги реализуются в следующем году, тоже заканчиваются. Это то, что делается сейчас. Следующий проект – огромный проект. Это Московский транспортный узел. Более 240 миллиардов рублей общая цена проекта. Мы реализуем, про Московский транспортный узел можно говорить отдельно, но это существенный прирост увлечения пассажиропотока, существенное повышение качества и комфорта перевозок и решение очень многих социально-экономических проблем в узле. Проект Лосево-Каменогорск и Выборг-Приморский-Армилово. Мы делаем грузовой ход от Санкт-Петербурга с выходом к портам Балтики, Выборг и Приморск. При этом мы разводим пассажирское сообщение к вопросу о том, что нужна специализация инфраструктуры. Санкт-Петербург, Хельсинки, скоростной поезд «Аллегра», который вы видели в ролике. И чтобы не совмещать грузовое пассажирское сообщение, мы грузовое сообщение вынесли на параллельный ход, построили двухпутную электрифицированную линию, 27 миллиардов рублей цена вопроса вместе с путепроводами. И делаем развитие железной дороги вдоль Балтики от Выборга до Приморска, к выходу порта Приморск, еще 7,5 миллиардов рублей. Я сейчас закончу с проектами, просто я почему на них акцентирую внимание, еще раз показываю, что нам грех жаловаться, при всей какой-то ситуации достаточно тяжелой, наверное тяжелой, но эти проекты реализуются и обеспечивают и выход этих грузов к портам, и сами по себе являются такими объектами, которые привлекают инвестиции, создают рабочие места и дают достаточно большую налоговую базу. Мурманский порт, развитие Мурманского транспорта узла, 41 миллиард рублей цена вопроса, строим тоже новую железную дорогу на левую берегу Кольского залива. Это реализуется сейчас. Выход к Азово-Черноморскому бассейну, проект реализуется сейчас, от Волгограда до Краснодара строится второй электрифицированный путь, делаем выходы к станциям Новороссийск, к Тамане, Керченскому мосту, вот практически там на почти удваиваем объеме перевозок. Проект делается сейчас. Обход Украины, вы уже говорили, проект уже делается сейчас. Станция 9, крупнейшая сортировочная станция получается в регионе, более 42-100 километров развернута длина путей на одной станции. Проект создаем в следующем году. И станция Новороссийск, тоже очень большие работы, 12 миллиардов рублей цена вопроса в комплексе. Развиваем станцию обслуживающего Новороссийске порта, в целом развязываем узел. Подходы к Тамане, я уже говорил, это подходы к Керченскому мосту, ВСМ начали проектировать в этом году, заключили контракт, уже идут проектные работы, идут изыскания, тоже соответствующие. И, опять же, к вашему вопросу по специализации инфраструктуры, здесь указал полигон тяжеловесного движения, толстой зеленой линии выделено направление, где идут сейчас тяжеловесные маршруты, там 8-9 тысяч тонн один поезд, это из Кузбасса на северо-запад ведут угольные маршруты. Также мы сейчас повышаем массу перевозок на восток, и это дает повышение эффективности перевозок, и вот как раз ту самую специализацию инфраструктуры. У меня, на самом деле, большая презентация, я тогда буду... Не, не, она очень хорошая, мы зато очень многое поняли. А вот у меня, знаете, какой вопрос, Алексей Самбович, вот когда я сказал несколько критических слов в адрес Сапсана, я увидел, Валерий Михайлович как-то улыбнулся, а нет внутренней конкуренции, потому что, например, я теперь еще подумаю, лететь на самолете, например, с города Санкт-Петербург в Москву или ехать на поезде? Нет вопроса. Вопрос и да, и нет. Первый, между двумя точками, если брать Москву и Санкт-Петербург, определенная конкуренция есть, но при этом у нас растут перевозки, как авиасообщение, так и Сапсана. Сапсан в этом году на направлении Москва-Санкт-Петербург вырос в Аравии 40%, только в этом году. Но в чем суть? Эти виды транспорта дополняют друг друга, потому что скоростной поезд, он уже идет с остановками по пути следования, он обеспечивает освоение территорий и доступность территорий там, где самолет не садится. Самолет все-таки это большая протяженность и другой рынок. А поезд, он идет с остановками и подхватывает пассажиров по пути и обеспечивает доступность других территорий. У нас ведь разговор без галстуков. Можно я задам вам один вопрос? Вы знаете, несколько лет назад я брал интервью у железнодорожников, и они мне, правда, в приватной беседе, не под камеру, сказали о том, что в последнее время рельсы закупаются в Японии. Уже нет, да, слава Богу? Уже нет. Сегодня Евраз... Я не очень жаловлюсь на них. Евраз, нет, неправда. Японские рельсы были очень хорошего качества. Но сегодня и Евраз, и Мечил запустили свои новые прокатные станы, делают, скажем, рельсы, дифференциально закаленные рельсы с повышенной точностью геметаллических размеров, которые можно использовать и под высокоскоростное сообщение, и по своим техническим эксплуатационным характеристикам они не уступают японским. Мы сейчас ни одной тонны не закупаем где-либо, кроме как в России. Потому что наши железнодорожники, они всем сердцем говорили, ну как так может быть? Я их тоже понимаю. Развились. За последние годы развились. Повторюсь, мы сейчас не закупаем партнерные рельсы, полностью обеспечены своими, причем соответствующего качества. Есть разные, скажем так, стратегии развития железнодорожного транспорта. Например, в Европе скоростное движение, в Китае сейчас строятся красные линии, а, например, в Бразилии не строят. Скажите, а что более экономически выгодно, тем более для нашей большой страны? На данном этапе у нас все-таки пока совмещенная инфраструктура, при этом мы тоже движемся к специализации, и в стратегии есть выделенные направления. Если можно, слайды верните, я поставлю разделенные слайды. Есть две модели, условно американская и евразийская. Американская модель, там практически никакие пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте, и в основном это грузовые. В Европе, наоборот, в основном пассажирские перевозки и меньше грузовые перевозки. Китай еще недавно был в основном грузовыми перевозками. Уже в этом году доходы от пассажирских перевозок превысили доходы от грузовых перевозок. Соответственно, с развитием скоростного пассажирского железнодорожного транспорта идет больше гуманизация перевозок, каковых, железнодорожных, и доходы от пассажирских перевозок начинают догонять и где-то обгонять грузовые. Поэтому требуется гармоничное развитие, тем более нашей страны, с нашими территориями и расстояниями. Безусловно, грузовые перевозки будут в любом случае развиваться должны, потому что надо обеспечить выход наших товаров на рынке. Вот, кстати, схема перспективного развития скоростного железнодорожного сообщения. Красным – это ВСМ, синим – это скорости до 200 км. Это перспективное развитие. Да, планов громадьем. Спасибо вам большое, спасибо за вашу работу. И вы знаете, все-таки меня удивляет, почему мы железнодороги научились строить еще давным-давно, а вот шоссейные дороги как-то совсем недавно. Но это, видимо, совсем другая история. Ну, я бы не спорил. Нет, я говорю совсем недавно. Слушайте, друзья, и, конечно, я не могу не вспомнить о замечательной дате, которую мы отмечали совсем недавно в нашей стране. Это 70 лет Великой Победы, когда огромное количество людей, воодушевленные, отмечали тот праздник. Многие приехали сюда, в Москву, для того, чтобы увидеть парад на Красной площади, пройтись по улицам города Москвы. Я понимаю, какая нагрузка легла на плечи транспорта, для того, чтобы все прошло на высоком уровне. Великой Отечественной войне. Эта дата наполнена для россиян особым смыслом. В этот день мы вспоминаем тех, кто остался на полях великих сражений и кому посчастливилось вернуться домой. Всех, кто, не смыкая глаз, работал в тылу. Особый смысл этот праздник имеет и для Министерства транспорта. В юбилейный год для нас было особенно важно поблагодарить ветеранов за их смелость и отвагу. Неоценимому вкладу в победу всех работников дорожной службы была посвящена акция компании «Автодор». Воины-дорожники, дорожные строители, ремонтники мостов и переправ. Без этих людей победа России была бы невозможна. Историко-патриотический пробег, дорогами победителей «Связь поколений» из автомобилей УАЗ «Хантер» специальной победной серии связал семь областей России и территории Республики Беларусь. В местах крупных остановок состоялись мероприятия, посвященные малоизвестным фактам участия дорожных и автомобильных войск в важнейших сражениях Великой Отечественной войны. В Москве были открыты аллея памяти и мемориальный камень в честь воинов-автомобилистов, которые ушли на фронт и помимо участия в сражениях, рискуя собственной жизнью, помогали вывозить детей и женщин из блокадного Ленинграда. Под звуки военного марша и в атмосфере праздника прошла традиционная поездка ветеранов на поезде «Победы» по маршруту Киевский вокзал, Поклонная гора, Белорусский вокзал. На последней остановке всех пассажиров ждал праздничный концерт, совершившийся салютом в честь 70-летия прибытия знаменитого поезда. Не остался в стороне и московский митрополитен, который подарил столице именной поезд «70 лет Великой Победе», запущенный на Серпуховско-Тимирязевской линии. Вагоны поезда были оформлены в стиле военных лет, а внутри можно было посмотреть фотохронику и увидеть плакаты и газетные вырезки, посвященные войне. Первыми пассажирами нового состава стали ветераны-фронтовики, а объявления станции и поздравления записал для них народный артист СССР Иосиф Кобзон. Праздничные мероприятия, посвященные подвигу российских воинов, прошли по всей России и вновь напомнили нам, какой ценой мы добились победы и как важно помнить тех, кто подарил нам мирное небо и освободил Россию. Вы знаете, это, конечно, очень приятно, что мы всегда помним о этой Великой Победе, о том, что сделали наши деды, прадеды. Максим Юрий Ильич, вам, конечно, отдельное спасибо, потому что, мне кажется, это очень важно, когда есть связь времен, связь эпох, людей, которые работали тогда еще в советское время, работают сейчас и будут работать дальше. Потому что, когда люди видят, что мы все вместе, они понимают, что это единая команда, которая работает на будущее своей страны. Огромное вам спасибо. И, Максим Юрьевич, я понимаю, что мы сейчас уже заканчиваем нашу встречу. Я не знаю, насколько она была удачной или нет, но вот люди просят уже в интернет выкладывать. Говорят, выложите в интернет все ваши мысли, все ваши выступления. Скажите, подведите итог, черту этому разговору, потому что, мне кажется, такой искренний и открытый разговор, он очень важен и нужен не только коллегам, людям, которые заняты в этой сфере, но и людям, которые пользуются каждый день транспортом. Конечно, общение очень важно для всех нас. И несмотря на развитие IT-технологий, коммуникации, человечество еще не придумало, и, наверное, надеюсь, никогда не придумает, нечто лучшее, чем личное общение друг с другом. Не зря нам Бог дал язык для того, чтобы мы разговаривали и общались. Поэтому сегодня очень важно в эпоху действительно идущих очень динамичных перемен, в эпоху вызовов, которые стоят перед нашим государством, перед всеми нами, тем более, в том числе и перед транспортной отраслью, очень важно найти взаимопонимание. Взаимопонимание между всеми участниками процесса, между бизнесом и властью, между чиновниками и теми, кто крутит баранку, и это взаимопонимание рождает доверие. А доверие – это необходимое условие для достижения результата. Результат у нас один, чтобы наш транспорт, будучи ключевой отраслью нашей российской экономики, работал бесперебойно, работал в безопасном режиме, доставлял пассажирам комфорт, а для грузоотправителей обеспечивал удобство и гарантированность поставки их товаров в любую точку страны и планеты. Вот над этим мы все вместе работаем, взявшись за руки. Единая команда. Спасибо вам. Максим Юрьевич Соколов, министр транспорта Российской Федерации. Министерство транспорта Российской Федерации. Спасибо вам большое. Успехов, счастья. И поехали кататься на метро. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.